Всем привет! Сегодня 15 февраля. Тема наша сегодня Amazon PPC. Сголовок, как гласит три фраза успешных компаний, запуск, расширение, настройка. Рассмотрим все этапы, как запустить PPC с нуля, точная настройка PPC. Сейчас Дмитрий подключится и начнем. Всем привет, слышно? Да, отлично. Всем привет еще раз. Собственно, к этому семинару мы заявили. Сегодня мы будем общаться несколько в стороне от нашего софта, а больше посвятим сегодня времени непосредственно самому PPC. И в предыдущих вебинарах я понял, что у нас очень много новичков нас смотрят, и этот семинар будет полезен больше новичкам, нежели профи, но профи тоже могут не отключаться, потому что может быть что-то полезное тоже для себя успел. На этом вебинаре я хотел бы пойти полностью всю настройку PPC с нуля и до последних шагов, которые вы обычно делаете. Это тонкая настройка компании. Здесь как раз уже пригодится наш шок, но это уже будет в конце. Начнем мы с самого начала. Вы завезли товар, вы более-менее представляете, что такое PPC, да, то есть совсем основу PPC, там все Search Term от Keyword. Не буду рассказывать, это можно самостоятельно в интернете посмотреть. То есть базовые, то есть как создать компанию, как завести бюджет, чем Search Term отличается от Keyword, и чем автоматически компания отличается подключной, это мы не будем вообще знать, потому что это самый базовый принцип, и я надеюсь, что уже, по крайней мере, это многие наши слушатели об этом знают. Ну и в третий, последний момент, вы уже более-менее, даже я не сказал, не более-менее представляете себе стоимость своих товаров, то есть вы знаете вашу входную стоимость, включая доставки из Китая до Амазона, и вы представляете, какие фисть вас снимает Амазон за продажу, в том числе за хранение, в том числе там за различные другие вещи. То есть вы представляете вашу себестоимость, которая включает, ну то есть прибыльность вашего товара, вы всех расходов, включая расходы, которые уходят на Амазон, и в том числе также к этому будут прибавляться расходы на рекламу, которые появятся после того, как вы запустите PPC. Собственно, начнем с самого первого шага, это настройка компании. Первая шага, когда вы начинаете только делать рекламу на Амазоне. Что вы делаете? Вы пока еще не знаете, вы только завезли, предположим, у вас есть товар, до простоты мы назовем кейс для айфона, вы привезли кейсы для шестого и для седьмого айфона, предположим, они у вас в четырех разных цветах, то есть красный, там, зеленый, коричневый, там, белый, предположим. То есть у вас четыре, даже не четыре, восемь дочерних осинов, получается, копирующих родительских, и восемь дочерних, то есть вариации по цвету, вариации по размеру. Ну то есть шестого, там, или для седьмого, большой, маленький, предположим, да, то есть там шесть, или даже лучше шесть плюс, и обычная шестерка, там, или седьмой плюс, и седьмой, как-то есть. У вас восемь различных вариаций. Они отличаются по размеру, отличаются по цвету, и давайте еще, предположим, отличаются по модели. С чего начать? Обычно процесс, когда вы только начинаете, когда вы не знаете, какие ключи вообще, то есть, ну, предположить, что вы можете, что какой-то хороший ключ для вас будет, это кейс для айфона, айфон кейс, кейс, кейс и какие-то вариации, которые вам подскажут, амазон. Стоит ли сразу с них начинать? Можно. Но давайте начнем с самого начала, пройдем по шагам. Самый первый этап, который вам предстоит, это исследование, то есть, этап исследования, какие вообще ваши, какие будут ваши ключи будущие, вы должны, как, вы должны провести некую, чтобы понять, какие ключи у вас будут дальше, с которыми вы будете работать. Откуда мы будем брать ключи? Самый простой вариант, это и самый главный, и, собственно, все с него всегда начинают, это сделать автоматическую кампанию. Амазон будет предлагать какие-то ключи самостоятельные, то есть, он будет увидит ваш товар, поймет, о чем ваш товар и начнет вам предлагать самостоятельные ключи, которые, как кажется, амазону релевантны вашему товару. Для этого вам нужно сначала завести автоматическую кампанию. Не только я, но уже тоже, это, наверное, уже сложившийся факт, что для каждой вариации, то есть, у вас всего восемь вариаций, вы должны завести, собственно, вдруг. Даже если у вас вариация по цвету только отличается, там, или по размеру, все равно под каждую вариацию, под каждую дочернюю, вы должны завести, собственно, отгруппу. То есть, вы можете сделать одну автоматическую кампанию, но если у нас восемь дочерних товаров, то под все эти восемь должны быть собственные отгруппы. Почему так? Потому что так гораздо удобнее понимать, что происходит с ключами, что происходит с рекламой и так далее. То есть, если вы все вариации запихнете в одну отгруппу, в одну компанию, это будет неправильно. И некоторые ключи, то есть, когда люди, например, ищут именно красную, вот у них красную сумку, девушка, да, там, красный автомобиль, и нужен красный все-хол для айфона, и не нужен, предположим, зеленый. У вас все у вас в случае, и, например, конверсия по красному именно будет гораздо выше, и вы можете больше оплатить на их за, так, как, предположим, именно за красную, а у вас в одной компании все, и красный, и зеленый, и вот это вот не очень правильно. Поэтому всегда сразу все дочерние отгруппы бейте под группу. Значит, создаете автоматическую кампанию, начальный бит устанавливаете на уровне, ну, где-то там чуть-чуть ниже доллара, может быть, там 80 центов, 70 центов, то есть вот в таких приблизительных диапазонах, и бюджет дневной ставьте, ну, порядка, там, 10-20 долларов, около 10 долларов на бюджет. После этого вы запускаете кампанию, не надо там включать и выключать нано, чисто это именно исследовательская кампания, она у вас будет работать порядка четырех недель, и после того, как она отработала, вы соберете некий костяк ключевиков, который Амазон считает вам релевантным, и вы уже получите по ним какую-то статистику. После четырех недель эту кампанию можно уводить на уровень, там, 50, 40, 30 центов, то есть она, в принципе, вам уже в том виде, в котором она есть, она нужна. Следующим образом, после того, как вы создаете вот эту разведывательную кампанию, следующий шаг – это те ключи, которые у вас были, опять же, с помощью TPC Tools, вы находите необязательно TPC Tools, вы можете использовать Excel, любой способ скачать отчеты и вручную их смотреть там в Notepad, вы видите список ключевиков, серфтермсов, которые были наиболее успешны, то есть которые, скажем так, с хорошим окосом, с большим количеством кликов, с большим количеством показов, ну, есть хорошие ключевики, я чуть позже разберу, что такое хорошие, что такие плохие ключевики, ну, то есть вы нашли какой-то некий костяк хороших ключевиков, которые у вас можно запихнуть в хорошую, в исследовательскую кампанию, так называется. Кстати, давайте, раз уж я начал про хорошие ключевики, какие именно ключевики, вернее, какие серфтермсы, а не ключевики, это, естественно, в классической кампании серфтермсы, они ключевики, какие серфтермсы являются хорошими, и вообще рассмотрим, предположим, три варианта серфтермсов, которые вам попадаются в автоматической кампании. Первое. Предположим, что у вас с серфтермсов на нем не было заказов, на нем больше тысячи показов, и CTR больше сил. То есть CTR, это click ratio больше, предположим, 0.75%, то есть 0.75%. Что означает? Этот ключевик, мы еще не знаем, что с ним происходит. То есть мы, в принципе, можем его, то есть на нем хороший CTR, то есть народ уверен на него кликает, вполне возможно, что из него что-то получится хорошее, то есть его надо занести в исследовательскую кампанию. То есть как мы его заносим? В трех матч-тайпах, значит, создаем отгруппу. Брод мы, значит, ключевики создаем, фрейси создаем экзеки. Вот в эти три отгруппы для каждого дочернего осина мы создаем еще дополнительно в ресердж-компании три отгруппы, и туда заносим вот этот непонятный пока нам ключевик в трех разных матч-тайпах. Соответственно, мы начинаем его исследовать. То есть, в принципе, он показал высокий CTR, то есть, в принципе, люди интересуются, нажимаются, что дальше происходит, мы еще не знаем, потому что пока слишком мало статистик, поэтому мы начинаем его исследовать. Следующий тип серферсов, которые нам могут попасться в автоматических компаниях – это не было заказов, это больше тысячи показов, были клики, то есть, предположим, там больше пяти кликов, но CTR меньше, там, 0.75. Это означает, что, в принципе, это не очень хороший ключевик, если не сказать больше, что у него достаточно много показов, на нем есть клики, но на нем нет никакого, ну, никакого профита от него мы не получаем. В таком случае мы его заносим в негативы. То есть, мы его негативы, как экзек-мэдж, заносим на уровне компании. Далее, вам попался серферсов, на котором есть заказ, ну, то есть, этот, кто-то нажал на этот серферсов и сделал заказ. То же самое, мы этот ключевик, так же, как и в первом случае, добавляем во все три, в ресерч-компанию, опять же, то есть, в следующий этап уже после этапа, если, значит, открытия ключевиков, это вот ресерч-компания, это второй этап, то есть, мы этот ключевик, который мы, обнаружили, мы вот, то есть, на том, на который есть заказ, мы его добавляем, опять же, во всех трех матч-тайпах, добавляем по каждому из каю в отдельную от группу в компанию, которая у нас будет заниматься ресерчем. Ресерч, это означает, то есть, в эту компанию мы добавляем все серфтермсы, которые мы, в принципе, можем предположить, что они потенциально будут нам интересны, то есть, это потенциально могут быть прибыли серфтермсы. Следующий этап, после обнаружения ключевиков у нас начинается следующий этап, это их исследование, то есть, так называемые ресерч-компании, этот период длится порядка где-то тоже 6-8 недель, и мы проверяем те ключевики, которые мы нашли, на то, насколько они хороши и что мы с ними будем дальше делать. Вот как раз в ресерч мы уже можем добавлять техничевики, которые приходят в сторонних ресурсов. То есть, например, если вы пользуетесь Сонаром, там, Мерчинвордсом, исследуете конкурентов, там, осинов, конкурентов и так далее, вы можете точно так же в ресерч-компании добавлять вот эти сторонние ключи, которые вы можете предположить, что они могут быть вам интересны. То есть, предположим, в Сонаровом, вы точно так же в трех разных матч-стайпах их добавляете по каждому осину и смотрите дальше, что было с ними происходило. То есть, у вас есть по каждому осину три разных отгруппы. Это Brot, Exegg и, соответственно, Freys. И вы мартеете отгруппы, добавляете вот те новые ключевики, которые вы нашли, и мы начинаем их исследовать. Как происходит исследование? Значит, исследование происходит следующим образом. Вы выставляете приблизительно более высокий бит, чем у вас шел на автоматической, естественно, это компания мануальная, я не знаю, сказал нет, но это очевидно. Вы выставляете полтора долларов и, соответственно, либо то, что вам предлагает Amazon, то есть, если у вас там более конкурентная ниша, Amazon вам предлагает два доллара, чтобы просто с Джесси бит был, то соглашайтесь, потому что иначе у вас не будет трафика, у вас не будет показывать. И бюджет, соответственно, вы ставите тоже приблизительно в раза в два больше, чем у вас был на автоматической компании. Ну, в среднем это 20-30 долларов, иного расхода на таких компаниях должен быть. и порядка шести недель вы изучаете, что происходит с этими клиниками, которые у вас все большие каши варятся, вы каждый исследуете и смотрите, что с ним происходит. Значит, критерии уже к ключевикам, которые находят, и к серферам, которые находятся в компании, тоже рассмотрим три пограничных случаев. Первый случай. У вас по этому ключевику нет заказов, больше тысячи показов и больше пяти кликов. Это означает, что у вас этот ключевик можно спокойно смело заносить негативу, а на уровне отгруппы. То есть это означает, что нерелевантный вам, не продающий что-то, если не так, то есть не надо его больше мучить, можно спокойно заносить негативы, и дальше с ним уже все же все равно себя ведут. Дальше мы ничего с никого не будем. Второй вариант. У вас ключевик, хороший ключевик, по нему есть заказы, больше трех заказов, и он для вас прибыльный, то есть у него хороший окос, и CTR у него достаточно высокий, там больше 0,5. Вы копируете этот ключевик в новую компанию, которую вы называете вашей прибыльной компанией, и вот этот ключевик, мы увидели, что он хорош для вас, и мы дальше начинаем работать с прибыльной компанией. Там вы можете создавать новую, мануальную компанию называется прибыльной, и копируете этот ключевик туда в то же самое, только в том мэтч-тайпе, который был у вас в компании, с этой компанией. То есть если, предположим, у вас ключевик, там, iPhone Cases был хорошо в экзекте, но вроде он совершенно никакущий, то есть там были окос, сошкалит, еще что-то, вы копируете только тот мэтч-тайп, который у вас показал себя хорошо в ресердж-компании. Вот вы создаете новую компанию специально под эти ключевики Profitable, соответственно, прибыльные, и переносите его туда, только в том мэтч-тайпе, в котором он был. Соответственно, в ресердж-компании ставите его на опой, возьмем, но у вас уже будет в компании работать. И следующий вариант, рассмотрим, это у ключевика больше чем три заказа, хорошо он, по окосу он тоже достаточно хорошо устраивает, окос у него низкий, но у него достаточно низкий сетер, предположим, вообще низкий сетер это не очень хорошо, потому что, ну я уже на прошлом семинаре говорил, что Amazon не очень хорошо к этому относится, то есть он просто считает, что у вас товар приносит ему малую прибыль, и он начинает показывать больше ваш конкурент. Поэтому с этим ключевиком мы создаем отдельный компаний, опять же в ресерче, то есть мы не выносим его в группу хороших ключевиков, которые в этом отделе, там бюджет, вымрите высокие ставки, то есть он все равно остается на ресерче, вы специально к нему выделяете группу, которая называется группа, хороший ключевик, но с низким сетером, и оставляйте его пока в ресерче, не даете ему больших бюджетов, не выносите его в группу потому что, опять же, еще раз говорю, дальше его исследуйте, может быть сетер у него повысится, ну, еще что произойдет, может быть вы там как-то улучшите свой листинг, но на большие бюджеты его нельзя выносить, потому что иначе Amazon, в общем-то, будет не очень хорошо давать вашу рекламу, потому что низкий сетер. Ну, собственно, это весь второй этап, этап исследования, то есть еще раз повторюсь, ставки у вас порядка полутора долларов, или то, что вам предлагает Amazon, если у вас конкурентные ниши, они ниже, выше, или наоборот ниже, если там ниже, низкий конкурентный, бюджет порядка 20-30 долларов в день суточный, и вся исследовательская компания ресерчевая, она у вас длится порядка 6 сетер. После того, как вы все можно оттуда вынесли и остались только какие-то совсем низкочастотники или лоу-сетер, вы совершенно спокойно можете понижать там где-то с полутора, где-то там до 30 до 40 центов, потому что пусть низкочастотники собирает, чем вредить не будет, но, соответственно, ничего другого она делать не будет. И дальше мы переходим уже к третьему этапу, это уже настройка основных компаний, которые вы выловили, и она будет базироваться на ключевиках, которые вы выглазили на основе первых двух, то есть, следовательской и, собственно, открытие всех ключевиков, нахождение всех ключевиков. Это будут ваши прибыльные компании, то есть, из успешных ключевиков, которые себя хорошо показали на предыдущем этапе, соответственно, мы будем делать из них специальные компании. Значит, как они будут работать? Во-первых, должны быть восстановлены, ну, то есть, защищайте ключевики, ставьте только ключевики, у которых довольно высокий CTR, ставьте туда ключевики, у которых CTR выше, минимум, там, 0,75, это минимум, потому что ниже Амазон будет уже довольно косо на этом. То есть, ставьте туда только высокие стервные ключевики, это первое. Второе, на успешные ключевики вы можете ставить бит начальный, там, 2 доллара, там, или саджесод, который у вас там 2,5, то есть, довольно высокие ставки, потому что эти ключевики у вас уже показали успешность, они у вас хорошие, они у вас с хорошим CTR, они у вас с хорошим откосом, то есть, вы можете, в принципе, не бояться ставить на них высокие ставки. Бюджеты на работающих компаниях можно ставить бюджет, исходя, там, с оборотов ключевиков, из вольюма, здесь, может быть, у меня есть компания, там, и по 300 долларов, где могут жрать и там 500, и по 1000, то есть, здесь уже можно манипулировать любыми сунгами, потому что вы уже знаете, что это рабочие ключевики, они не будут пожирать ваши бюджеты, а, соответственно, не будут приносить, но, соответственно, обязательно создавайте экзекты, то есть, когда вы будете вот эти ключевики, обязательно выносите экзекты в одну группу, потому что экзекты мы будем рассматривать отдельно, и экзекты, как я, опять же, говорил на прошлом вебинаре, это то, что вам будет приносить еще плюс по всему органик, то есть, когда вы двигаете экзекты, даже с низким, то есть, по высоким опостям, все равно это хорошо, потому что двигается органик. Собственно, какие ключевики у нас в дальнейшем будем рассматривать вот в этих уже прибыльных компаниях, как мы будем рассматривать успешные и неуспешные ключевики, потому что там тоже всякое может быть. Предположим, у нас есть два типа ключевика, которые там в этих компаниях, ну, не считая серфтержесом в данном случае. Первое – это серфтержесом, у которого нет заказов. То есть, предположим, как-то мы, как уточнили из ресельсерских компаний ключевик, который вдруг уже в нашей компании перестал показывать, ну, что-то произошло, сезонный товар или все что-то, вполне такое, вероятно, может быть. Много показов, много кликов, упал и CTR, упал и, соответственно, заказы. Сразу заносим, то есть мы сразу ключевик этот заносим в негативы по экзекту. И второй вариант, что, предположим, все хорошо, есть заказы, много показов, много кликов, но у нас упал CTR. Мы вытаскиваем этот ключевик, вытаскиваем обязательно из высокой группы, где у нас высокие ставки, и засовываем обратно в ресерч. Потому что здесь нам такие ключевики не нужны, с низким CTR, это плохо, это Amazon думает, что у вас плохой товар и начинает глушить вашу рекламу. Поэтому такие ключевики мы из требуемых компаний сразу вытаскиваем и ставим их обратно в ресерч, и следуем, что там будет с CTR. Когда мы всегда внимательно CTR, все только смотрят обычно на пост, не смотрят на CTR. в CTR, это очень важный момент также, потому что если у вас низкий CTR, Amazon очень плохо будет показывать вашу рекламу. И чтобы как раз не гробить вашу рекламу, чтобы вы хорошо показываете, чтобы Amazon вас любил везде, показывайте высокий CTR, все ключевики с низким CTR, тащите в маленькие компании, где они там в своей жизни будут жить, не мешать здоровым, жирным ключам хорошо жить и резвиться. в принципе вот если рассмотреть первоначальную настройку, это все. То есть вот эти три шага, когда вы первое сначала вытаскиваете какой-то костяк ключей, находите костяк ключей, второй этот костяк ключей вы исследуете на парах, то есть вы пытаетесь посмотреть, насколько ваши товары релевантны этим ключам, насколько хорошо показывается реклама, насколько хорошо кликают, какой CTR, какой опоз, то есть прибыльны они для вас или нет. И третий, когда вы уже вытащили все прибыльные, создали для них высокий бюджет, основные компании, которые в основном приносят вам деньги. И дальше следующий этап – это уже расширение. Ну, расширение я коротко про него рассказал, а обычно это делается еще как-то, почему не всегда с ресерсом удается, почему, например, с ресерсом нельзя сразу сделать расширение. Потому что ресерсом довольно маленький период, и он не набирает, если у вас там, предположим, не какой-то афон кездик гигантский сразу, а, предположим, у вас какой-то товар, у которого просто нет гигантских показов или нет гигантской рекламы, и расширение не всегда удается сделать из компании ресерс, потому что, ну, слишком мало трафика. Поэтому расширение можно делать в любой момент, то есть вы как его делаете? Вы смотрите, какие у вас, опять же, хорошие ключевики есть, предположим, в экзекте, они себя прекрасно ведут, но брод и фрейс у вас не вытащились ни из ресерс, ни из… либо их там вообще не было, либо они не вытащились, либо какая-то там статистика по ним не догоняется. И вы всегда пытаетесь расширить эти… или, предположим, в показах, нет, вы всегда пытаетесь их расширить, свои ключевики за счет добавления еще раз в различный масштаб, за счет эксперимента с разным масштабом, предположим. Ну, и, собственно, наверное, вот это основное, что можно сделать, а дальше уже идет настройка ваших компаний вот по… это уже второй будет вторая… это уже с использованием софта, уже вторая часть нашего вебинара. Я думаю, что у кого-то наверняка есть вопросы по первой части, вот, поэтому Денис, может быть, мы тогда… если вдруг у кого-то есть вопросы, может быть, мы тогда… Ждем вопросы в Фейсбуке и в Зуме, кто хочет задать. Все молчат. Двигаемся дальше, значит, не будем. Вопросов нет. Ну, видимо, значит, это настолько всем уже известно. Но, в принципе, эту стратегию на всех известных… Ну, у меня единственный момент, я знаю моих друзей, там все по-разному делают. Например, я скажу чисто для себя, вот сейчас только что налажил, запустил один товар, на первый день включил уже PPC, потому что я закинул и не Verify, закинул и Verify выкупы, и закинул еще склейку, и я еще этот товар знаю, у меня есть все ключи, вся база, я там и так являюсь бестселлером, вот, так что сам Бог велел. Я делаю… Ну, это не обязательно конкретно к этому товару, но вообще делаю как? То есть, это автомат, естественно, если я не знаю, это бюджет 50 долларов, я считаю, это минимальный, разумный бюджет, чтобы набрать достаточно быстро ключи, у меня нет… Я понимаю, что 4-8 недель набирать базу, но с бюджетом в 10 долларов, я не знаю, что я наберу бит. Это на группу? Это на эдгруппу, да, естественно, ну, автомат, он автомат, у него там нет эдгрупп, не эдгрупп, грубо говоря, просто на автомат, 50 долларов. Потом бит я ставлю, многие советуют поставить бит немножко больше максимального, я ставлю чаще всего средний, рекомендованный. Сегодня я поставил минимальный, потому что, опять же, я нишу знаю. То есть, мне просто не надо, я считаю, что никаких там секретов для меня нет, то есть, мне не надо ставить доллар, там, 50, а так, по желанию, там, 2,5-2,30, что ли, максимальный. А я поставил 0,8, потому что меня ждало 0,35. Но, получается, если бы я не знал, я поставил бы средний, наверное. Но многие рекомендуют именно, если супер агрессивный, если супер надо быстро набрать ключи, это именно пойти немножко дороже максимального беда тогда. Если у вас нет мануала, я ищу мануал, я и фрейс выставил, и экзакт, и брод, и поставил негативы уже там по 200 ключей, и поставил на те ключи ставки, которые мне уже продажи приносили на аналогичный товар. То есть, тут понятно. Но если вы идете без мануала, то есть, без мануальной компании, если у вас нет истории и базы, то, мне кажется, надо как-то более агрессивно заходить в автомат. Потому что, я не знаю, я понимаю, что буст, он растянутый, но и так далее. Но чем меньше история у нашего товара, тем легче его бустануть. Я так делаю. Вот единственное мое такое предложение. Так, вот как раз вопрос. У тебя более быстрая такая стратегия, более напористая, но она более нагрязная. Да, ну она опять, да, это все зависит от, это позволяет мне бустануть товар, это позволяет мне понять быстрее нишу, это позволяет мне получить ключи. Так, значит, PPC нужно настраивать только на те слова, которые есть в листинге. Если ключей там нет, тогда PPC не будет показывать листинг. Что, что, что? Ты можешь в Facebook зайти? Я тебе могу ссылку. Да, сейчас я посмотрю Facebook. Потому что так вот читая. Ключи, если нет, я понял, мне кажется, это вопрос. Нет, совсем не связаны ключи, которые у вас есть в листинге. То есть я понял вопрос, должно ли это слово быть в вашем листинге, в котором у КПС абсолютно никакой нету, скажем так, Amazon смотрит на статистики похожих, то есть Amazon, грубо говоря, не изучает ваш листинг, а Amazon просто берет подобные товары, которые у него рекламируются, и он смотрит, что какие ключики хорошо идут у ваших конкурентов, и он подсовывает вам их. А он не сидит с пропулезом, не изучает ваш листинг, какие там слова есть, какие слова там нет. Так что никакой особой связи между вашими листингами и КПС, если вы будете рекламировать, я имею в виду, что есть ли эти слова конкретные в вашем листинге или нет, особой взаимосвязи никакой нет. Еще вопрос там. Дмитрий, у меня такой вопрос. Те бюджеты, которые вы обозначили, там есть 20 для автоматов, 30 долларов для ручной компании, они будут выдаться буквально там, я не знаю, в 10 часам утра по американскому времени. Увеличивайте. Ведь этого будет явно не хватать. Для того, чтобы... Вопрос. Для того, чтобы... Это для, например, если... Я не очень удачно пример привел. Я пример привел с iPhone кейсами, где безумный трафик там и ставки и так далее. Если вы продаете какой-то довольно редкий товар, да, то есть... Все относительно, короче, понятно. Да, это все относительно, на самом деле. Это цифры, которые вы примеряете сами для себя. Просто вы смотрите, чтобы у вас, ну, средний бюджет не выскакивал у вас там за какие-то ваши позвоночные пределы. То есть если вам бюджет позволяет, то чем больше, тем лучше, чтобы, собственно, хорошим нет предела. Вот. Поэтому бюджетом вы рулите сами, здесь никаких... Это я приблизительно сказал, какие там могут быть границы... Ну, я понял. И тогда еще один вопрос. Стоит ли ресерч-компании играть бидами для того, чтобы заставлять включаться отдельные ключи? Конечно. Или если... Нет, как минимум нужно ставить с жестов. То есть в ресерче старайтесь всегда ставить с жестов. То есть если у вас компания... С жестов, это в принципе позволяет вам получить средний трафик по больнице. То есть не с первых мест, но, условно говоря, у вас будет какой-то стабильный трафик. Который вообще возможен по этому ключевику. Поэтому всегда старайтесь на ресерче ставить с жестов. Если с жестов стоит каких-то безразмерных денег, то тогда надо, конечно, задуматься. Но, в принципе, если вы не поставите с жестов, значит трафика у вас будет мало, и нормальные исследователи учили, вы тоже не сможете. Но стоит ли влекаться этими бидами и на релевантные ключи ставить... А, иначе вы не понимаете, этап исследования, это, прежде всего, преувеличение. Что такое ресерч этап? Вы привлекаете трафик на эти ключевики и смотрите, что с ним происходит. То есть вы еще ничего про эти ключевики в принципе особо ничего не знаете. То есть вы их вытащили из автокомпании, то есть увидели, что на них идет трафик, вы их сразу вытащили. А, вот еще, почему не надо много сразу на автокомпании? Многие делают сразу два в одном. Для них, кстати, тоже об этом сейчас говорил. То есть многие как бы исследуют ключевики сразу в автокомпаниях. Это не очень правильный путь, и он довольно затратный. Почему я, собственно, и говорил, что надо вытаскивать из автокомпании уже на этапе, когда вы видите, что вы еще не знаете ничего про продажи, унизили трафик, сразу вытаскиваете в ресердж-компании. То есть не надо дожидаться в автокомпаниях продаж, потому что это очень дорого. Это Таврова бомбоментарная, и вот как раз вы правильно сказали, что там можно затихивать огромные деньги, но с огромным мокосом. Поэтому не дожидайтесь продаж в автокомпании. Вы увидели трафик, вы увидели показы, вы увидели, что что-то... То есть это не негатив, сразу тащите его в исследовательскую компанию. Там вы его будете уже исследовать. Уже вы будете его так аккуратненько облагораживать, аккуратненько там от муха к ответа соединять и так далее. Потому что если вы будете исследовать все в автокомпаниях, это будет довольно дорого. Поэтому старайтесь все-таки исследовать в ресердж-компаниях, когда вы уже весь мусор из автокомпании, у вас останется за бортом, и везде конкретно ключевики, которые вы будете исследовать. Понятно, спасибо. Там еще вопрос есть. Так, я уже спрашиваю. Так, сейчас попробую найти этот пост. Сейчас, одну секунду, я тебе могу ссылку в чат. А, я уже вижу, вижу, вижу. Все, я уже нашел. Сейчас, одну секунду, если я открываю. Так. А, хорошо, если киписик показал хорошую, что я подвесил. Так, вопрос такой. Запискать три отдельных группы, на одно ключевое слово, по трём фразу, соответственно, не будут они перекрывать друг друга. Значит, в принципе, понимаете, смысл в чем? Конечно, они будут перекрывать друг друга. Естественно, экзек всегда перекроет. Ну, то есть, если у вас iPhone cases, да, во всех трех вариациях, то все, что будет искать по iPhone case, потому что, ну, условно говоря, и там и ставки выше обычно, и все туда же. А вот, например, кейсы с iPhone, да, это может показаться и вроде и фрейсы. Ну, скорее всего, это идет во фрейсы, если там ставки, предположим, выше. И, опять же, броды, если у вас там будет все понапихано, то есть, в любом случае, Amazon, я, честно говоря, не знаю, как он именно распределяет это все дело, да, то есть, я вот именно с самого инструмента как-то, то есть, у него идет iPhone cases, а у вас три одинаковых компаний, одинаковые места, да. Не могу предположить точно, как он будет теперь распределять, но по моему опыту, то есть, экзек-компании, они получают хороший трафик, и если у вас и броды, и фрейсы, и экзек-компании, то все равно уходят в экзек, потому что обычно, обычно на экзек вы всегда ставите выше ставку и предпочтение уходит туда. Вот, но все равно это я сто процентов не знаю, поэтому здесь, как именно Amazon, это куда, в том, как показывает ваш ключевик, я сказать не могу, но по опыту, что он обычно уходит туда, выше ставки. Третий вопрос. Насколько я знаю, наличие метро-мотеросток в те, что на ФБР и Риланка, но так они все одинаковые, как на меня были для вас. У вас и фон-кейсерс, в принципе, соответствуют и броду, и фрейсу, разных типсетов. Я, к сожалению, не знаю, как алгоритм Amazon в этом случае есть, то есть куда он. Я предполагаю, что он просто уходит туда, где выше бит. А конкретно, если одинаковый бит, как он и делает, я, к сожалению, не сказать не могу. Возможно, возможно, опять же, он, наверное, не буду предполагать даже, не знаю. Так, три и последний вопрос. Нужно устраивать, PPC нужно устраивать только на те слова, которые есть в листинге. Если что-то, там нет абсолютно любых ключей, можно устраивать, никакой взаимосвязи с вашими листингами нету. Это просто реклама. То есть вы можете, главное, чтобы слово было, показывало хорошую статистику, и главное, чтобы оно было вам релевантно. И хотя самое смешное, что у меня были случаи, что клиент предлагал что-то там для котов, да, там какие-то совершенно кошачьи вещи, а у него там, по слову, для кроликов покупали. То есть хотя к кроликам никакого отношения не имеет. Но, видимо, у людей, у которых есть кролик, может, не скажи, коты есть, я не знаю. То есть у него, как для кролика, шла хорошая конвертация, хотя, в принципе, это не очень релевантный товар был. Вот. Так, ну, пока вопросов нет. Я так понимаю, что... Так, еще один я попустил вопрос. Вопрос. Никакой статистики нет количеств ключей. Может быть, хоть 10 тысяч, все зависит от вашего бюджета, на самом деле. Скорее всего, вариант такой, почему они у вас не все показывают. У вас Amazon всегда должен какой-то разбег. Если ты месяц ключей, у вас должен быть дневной бюджет довольно хороший, чтобы у вас Amazon мог одновременно показать рекламу по этим 200 ключам. То есть, ну, старайтесь там дневной бюджет ставить подольше. Потому что, если он вдруг сразу превысит ваш бюджет, то, соответственно, он не успеет ничего показать. То есть, в таком случае, какой-то вот плохой прям показ, что если у вас 200-300 ключей, я ни разу не замечал, я ни от кого не слышал. То есть, если у вас достаточно дневной бюджет, на 200-300 ключей, чтобы хватало, я не слышал такого, чтобы какие-то там были негативные эффекты. Ну, это как бы есть такая, как бы есть такая тема. Я не знаю. Мне кажется, зачем злоупотреблять проще? Ну, сделайте несколько групп в одной компании, да и все. Есть такое. Многие говорят о том, что... Нет, ну, из технических компаний, все равно. Ну, просто то, что он, например, сам, наверное, замечал, что первая страница, например, задействована даже у активного аккаунта, у активного листинга, а все остальное мертвым стоит. И так же и бывает на первой странице там сверху там 5, 10, там 20, 30 ключей и все остальное ставят. Есть просто какое-то определенное количество, кому как нравится там, ну, в одну страницу работаете, да и все. Я-то не помню, сколько там на первой странице умещается. Так что злоупотреблять точно смысла нет. 999, насколько я помню, умещается в одной этой группе, но это как бы точно не имеет никакого смысла. Ну, да, то есть я скажу, я не замечал, если у вас нормальный бюджет, что у вас что-то плохо. Но, опять же, в профитейбл-компаниях это всегда плохо, большое количество ключей у вас размазывает статистика и неудобно просто это все анализировать. Поэтому, когда у вас профитейбл, когда у вас уже последние хорошие компании идут с хорошими ключами, всегда старайтесь какие-то группы ну, небольшими пачками делают, да, то есть или по там по одному, по два, там, по ключа там, ну, если взять ВЧ, ВЧ вообще лучше отдельной компании. Я у тебя, каждый ВЧ у меня отберут в отдельную компанию. То есть у меня самая хорошая ВЧ. Отдельная компания в трех группах живет, в Broad, Freyce, Exec. Вторая ВЧ тоже у меня отдельная компания живет, тоже в трех различных отгруппах. И еще каждый, для каждого дочерняя своя собственная группа. То есть вот где-то вот так все живет. Потому что так неудобнее просматривать. Я-ка вижу, такие у меня, сразу я вижу статистику, что ага, вот у меня компания так, вот так, вот так, вот так. То есть я вот зашел там в север-централ, или в пустом, активно взглядом компании, вижу, что в своей стопе, мне так удобно. Но опять же, если вы используете какой-то астентизированный софт, типа нашего, то здесь большой разницы нету, потому что вам не нужно идти в компании, чтобы видеть текущую картину мира, вы ее так увидите, при вашем неинтересовании, вы уже будете более-менее представлять, что там нет творится. Но мне так удобно. Каждый по-сому делается. В ресерш-компаниях у вас все равно будет огромное количество ключей. Под каждый ключ ресерш-компании свою группу вы не создадите. В ресерш-компаниях у вас совершенно нормально, что ключей там 300-200 будет твориться в одной каше, но потом вы их откуда все равно будете вытягиваете и владеть для них это отдельная компания. Я знаю людей, у которых 2-3 тысячи компании, например, есть. Даже, наверное, среди наших слушателей есть этот человек, личное видео в аккаунте, у человека порядка 2 тысячи компаний. Ну, бывает и такое. Поэтому здесь как вам удобно на самом деле действовать. Какое-то понижение или ухудшение из-за количества ключей, опять же, я не видел, Денис говорит, что есть у кого-то, но я так не сталкиваюсь. Так, ну, вопросы, наверное, все. Последний вопрос, если можно, Дмитрий. У меня, значит, с какой периодичностью нужно проводить исследования в ресерш-компании? Или смотреть, чтобы было тысячу кликов, потом делать вывод по данному ключевику? Или раз в неделю? Нет, смотрите, смотрите, во-первых, у вас, если у вас достаточно то, что вы таскиваете из автокомпании, если это не трендовые, не новые слова какие-то, да, там, предположим, которые появляются там с некой периодичностью, там, связаны с каким-то, то есть реально новые ключевики, то есть всю какую-то базу, да, вы высадите из автокомпании, ну, через какое-то время. То есть если там совсем не... То есть низкочастотники их даже лучше не вытаскивать, пусть они в автокомпаниях там на низкие статусы крутятся. А в ВЧСЧ при хорошем, разумном, и какие-то новые слова из автокомпании тягать именно, чтобы это было среднечастотники, 800-частотники, невозможно, потому что вы их все вытянете за первые, скажем так, за первые месяцы. Вопрос по мануалу сейчас был. Из мануала ресерч в мануал профиль. Ну, в принципе, опять же, по той же самой логике ВЧСЧ вы сразу вытянете, потому что они сразу парапсик дают или сразу вытянете. СЧСЧ в низкочастотник, ну да, вы их будете постоянно вытягивать. Но весь вопрос в том, насколько вам хочется с ними как бы валандоваться, да, то есть может быть их... То есть если это прямо вот совсем крутые низкочастотники, да, там, дичайшие конверсии хорошие, да, то имеет смысл их тигра. Но, опять же, все средние счтотники, все высокие чистотники вытащите за первые четыре недели. Если это не новый тренд какой-то, то есть если это вот новый тренд зашел какой-то, да, и в вашу область тоже, да, там, предположим, и вдруг появились новые ключи, да, тогда в принципе... Но, опять же, я пользуюсь с тем, типа, нашим, да, типа у вас кнопка миссер-стернс такая есть, вот у нас, например, она есть, да, и вы всегда видите, если вдруг у вас появились какие-то новые ключевики, которых еще нигде у вас нет. У нас это решается очень просто, вы заходите, нажимаете палочку, где-нибудь сервер-стерн, а я вам сразу показываю все ключевики, и, предположим, из ресерчей компании, которые у вас еще нигде нет, но которые прям реально хороший кандидат куда-то попасть. Вот, поэтому, в принципе, в периодичность, там, раз, на неделю, можно заходить, нажимать кнопку, и видеть новые ключи, которые еще собственными денег. руками их в низкочастотнике довольно муторно выискивать, они где-то всегда там на донышке лежат, а автоматика это вытаскивается хорошо, удачно. Ну, и опять же, насколько я знаю, то есть, если вы какой-то оптимизированы, система пользуетесь в, ну, не знаю, вот в двух точно знаю, кроме нашей, еще в одной точно знаю, что есть такие кнопки, которые показывают новые ключи, которые у вас появляются. хорош. Можно пользоваться такой, да, ну, либо их вытаскивать. Хорошо, спасибо. Так, я так понимаю, что по первой постройке и по расширению у нас вопросов нет, тогда переходим к последней фазе, собственно, которая уже понадобит соответствующий софт типа нашего, но опять же, софт типа нашего должен быть или PC Tools, раз уж мы говорим про нас, на первом этапе тоже здорово помогает, потому что тянуть серстернсы, как все знают из эксцельных файлов, это довольно муторное дело, и выискивать их там по косу, по показам и так далее, то есть, это тоже, в общем, неблагодарный дел. Если вы пользуетесь софтом типа нашего, то есть, или нашим софтом типа PC Tools, вы все это видите сразу и, ну, практически через день, после того, как ЛАЗО, к сожалению, МНД, в режиме там онлайн, это все видите, он отдает нам отчеты все через 1-2 дня, после того, как события произошло, но через 1-2 дня вы уже, в принципе, всю эту статистику можете делать новые отчеты, и просто заходя в Терстернсы и исследуя новые собственно, ключевики. сейчас я как раз расшарю экраны, и сейчас, наверное, будет двигаться уже к фазе ежедневно, ежедневно распоряжения, и вот как раз будем говорить о том, о чем я сейчас говорил, как раз покажу, как действует кнопка новый серстернсы, сейчас расшарю экран. Пока у тебя на паузе, привет, всем здрасте, добавлю от тебя то, что основное важное приложение было историю, т.е. туз сохраняет историю, которую Amazon затирает. Привет, честно. Да, привет, со временем просто вы поймете, что историю посмотреть за прошлый год, прошлый 7 месяцев или еще, чтобы будет очень полезным для вас в плане статистики. А в Амазоне это, ну, такое, она, по-моему, затирает каждые 3-4 месяца эту статуру. Да, там какой-то у них срок, по-моему, полгода был, она хранила историю, сейчас не знаю, но в последнее время полгода было, по крайней мере, больше 6 месяцев. Да, даже если полгода, просто в любом случае, кто пришел на Амазон, ну, не собирается, наверное, полгода работать, а все-таки там 3-5-10 лет, 3-5-10, может, то для одного, для статова очень полезно сохранять историю. Ну, просто, если вы только начинаете, поверьте тем, кто делает это уже очень давно. Да, Сергей, вот могу посоветовать, один из мощнейших PPC людей, ну, по крайней мере, в русской сфере, которых я знаю, так что, если вдруг что, Сергей очень рекомендую. Вот. Так, Сергей, ты закончил, да, могу продолжать? Извините, я просто убегаю, оставил комментарий свой, спасибо тоже за хорошие слова, продолжайте. Да, Так, собственно, тогда я сейчас расшарю экран и покажу, чем помогает наша программа теперь вот во всех этих трех фазах, в трех этих этапах это настройка, то есть первоначальная, первоначальная настройка, расширение и, соответственно, ты этот самый, шарскрин включил? Шарскрин включил? Да, сейчас включай как раз, сейчас у меня тут куча вкладок, сейчас как раз пытаюсь включить. А то, смотри, ты рассказываешь о экран. да, сейчас готово. Видно? Да, все отлично. Так, ну, это наш, здесь несколько, такой базовый, тестовый аккаунт, на который мы загоняем, здесь такие поудохлые товары, потому что особо не надо на них обращать внимание, здесь показано, каким образом наш софт помогает во-первых, заниматься исследованием еженедельным и еженедельным, соответственно, чистки наших компаний. Значит, прежде всего у нас здесь есть такие вещи, фитбитры. Кто с нашим сайтом работает, знает, что здесь можно играть. Ну, предположим, мы сейчас каким заняться нашим верхним товаром, вот этим предположим товаром, вот этим сразу двумя. так, сейчас у нас секундочку, логинец, то есть, да, здесь у нас летели компании, сейчас протестовый аккаунт, да, сейчас я перезагружу, чтобы они появились, ну, или, по крайней мере, что-то, тогда не будут трогать эти фильтры. Здесь у нас да, протестовым компаниям, сейчас, одну секунду, то есть, здесь можно всегда пользоваться вот те фильтры, по которым настроены, не будем сейчас трогать компании, потому что они здесь сейчас убраны, поделся сразу эти фильтры, то есть, то, о чем я рассказывал, наша еженедельная, то есть, мы выбираем какой-то период времени, предположим, это вот здесь у нас есть два варианта выбора, пресет, может работать экстремально быстро, то есть, практически сразу все видите, либо более медленно, так как база гигантская, по серферсам, то более медленная выборка, то есть, если у вас большая какой-то аккаунт, то это может очень долго происходить, вот, мы обычно пользуемся пресетом, предположим, за последний месяц, это с 1 по 31 января, и как раз мы, каждый настраивает видео индивидуально, вы можете сохранять какие-то свои настройки, ключевики, но обычно прибыльные ключевики с окосом, ну, опять же, каждый смотрит под себя, то есть, это может быть где-то от 0,01, надо обязательно ставить 0,01, потому что нулевой окос это то, что у нас идет на медиатике, и, предположим, до 30%, это тот окос, который нам интересен, то есть, если мы сейчас выбрали как раз ресерч-компании, то сейчас мы из них будем вытаскивать хорошие ключевики, это показ должен быть за этот период больше тысячи, то есть, значит, и предположим, больше пяти кликов, минимум пять, а любую соответствую по масштабу, это может и, естественно, должен быть то есть, текст лав, который мы еще не поставили, то здесь можно выбрать какие-то есть состояние ключевиков, и, соответственно, нажимаем Apply, Apply, который, вот она нам показывает кандидатов, которые у нас, собственно, подходят по этим параметрам, ну, предположим, что это у нас были исследовательские компании, мы выбрали исследовательские компании, вот здесь показало как раз кандидатов, которые, в принципе, предполагается, что из исследовательских компаний мы должны их вытащить уже в Profitable компании, то есть, вот эти вот кандидаты, которые, собственно, ну, здесь они вообще красавцы, потому что у них здесь и заказы есть, и все, то есть, ну, что, там, вот такой есть сакос, там, 6, 8, 6, то есть, это хорошие жирные ключевики, которые надо вытаскивать уже Profitable компании. Дальше, точно так же мы ищем, ну, например, здесь стоит негатив, ну, видим какие-то следы старые, то есть, можно убрать абсолютно хороший такой, то есть, выпадает из негатива, то же самое здесь убираем, то есть, не надо ни ввести в серверо-центрау, никуда, вот здесь движением мышки мы убираем негатив, никуда не надлазить, тоже очень удобно. Далее, соответственно, вот какой-то тип мы ключевиков нашел, то есть, соответственно, я еще рассказывал про, я рассказывал про новую сервис, как раз кнопочку, которая у нас есть, которая нам помогает очень сильно в пренахождении новых ключевиков. У нас такая кнопка называется New Search Terms, собственно, которая рассказывала, что она означает. У вас уже есть компания, у вас уже есть ключевики, и она вам сейчас, когда вы нажимаете New Search Terms, она вам показывает только те сервисы, которые у вас еще нет ни в одной компании в виде ключевиков. То есть, это фактически свежие ключевики, которые либо вы пропустили, либо они вдруг появились, внезапно, либо это какие-то МЧВ, про которых вы там давно не знали, никогда не думали. Нажимаем сюда, вот сейчас как раз она вам такие и покажет. Это абсолютно свежие вот ключи, которых нигде еще у вас нет. Вот смотрите, вот здесь вот у меня совершенно очевидно пропущены несколько ключевиков. Почему, кстати, это негатив, тоже можно вынуть хороший ключевик. Например, вот этот ключевик, у меня нет ни в одной компании еще, вот, он свеженький, вот он, он с пылу с жару, у него 21 киль, 4 ордер, шикарно, а костер, совершенно точно ключевик можно заносить. То есть он, ключевик, который мне его принес, это Катилитер Мэтт, то есть он показывает, Катилитер Мэтт, он совершенно однозначно, шикарно статистику, его можно вытащить в отдельный экзак, и он будет прекрасно жить на высоких ставках, там до 2,37, там на 3 долларов, то есть он показывает прекрасную статистику. Например, вот этот новый ключевик, Катилитер Мэтт, то есть он не очень хороший, нет смысла вытаскивать, он даже негативы занесен, кстати, не знаю, зачем ты не заносил все эти негативы, огромное количество, но его негативы держать незачем, потому что, в принципе, здесь можно ставить, здесь, например, 56, это с точки, что можно 2, то есть просто здесь меньше сплив в 2 раза, 0.6, поставим, так, ключевика не найдены, бог с ним, тогда они будут трогать его, соответственно, вот здесь тоже замечательный, хороший ключевик, здесь тоже новый, его нигде нет, то есть его куда-то можно заносить, ну а вот это, например, совершенно спокойно уже негативы, негатив, потому что 14, а 14 пен, кликов сколько, 10 кликов, ну на грани, на самом деле, можно еще чуть-чуть подождать, не обязательно его сразу туда тащить, но, честно говоря, 2000 импрессионсов, уже 10 кликов, в принципе, это такой железный кандидат уже на негатив, то есть я бы, например, его сейчас негатив взял бы за мной. Так, что еще, ну, это по поводу новых, теперь еженедельное обслуживание, у нас есть с вами три, собственно, фильтры на еженедельное обслуживание, о котором я уже говорил, это, исследуем на ОКОС, исследуем на CTR, кстати, надо, можно здесь включить, чтобы у нас здесь показывал CTR, где у нас тут, вот он у нас тут, чтобы нам еще CTR бы увидим, вот наш CTR, то есть мы также, кстати, вот этот новый ключик, у нас шикарный CTR, фактически 2.02, это замечательный CTR, кстати, если у вас покупает этот ключик, полетим, там можно здесь включить, и всегда здесь UIL, соответственно, вот в этом ключика жутковатый CTR, то есть он может быть, у него, кстати, более-менее неплохой ОКОС, но жутковатый CTR, 028, это ни в какие ворота, если у нас вдруг хорошая компания, надо оттуда вытягивать, сразу на research, и снижать ему факту, то есть из хорошей компании надо вытягивать, то же самое, но это тоже в негативе, хороший CTR, тоже жутковатый CTR, хороший, вот тоже, хороший ОКОС, есть продажи, да, есть, да, продажи есть, но жутковатый CTR, что это означает, вытаскиваем его из хорошей компании, перетаскиваем в низкий бюджетный research, потому что будет портить самостоятельность, нам так и не нужно, вот, хороший CTR тоже, но это на грани 53, то есть там он все равно забанен, какие-либо, в общем, не влияет никакого значения, то есть каждую неделю мы заходим сюда, применяем эти фильтры, то, о чем я вам говорил в начале первой фазы, то есть мы делаем поиск по трем возможным, соответственно, вариантам, то есть то, что мы добавляем негативы, то, что с низким CTR мы перетаскиваем обратно в research-компании, если это у нас была уже компания, которая у нас profitable, и, соответственно, если это у нас research-компания, этим же фильтром мы здесь находим необходимые нам удачные search terms и превращаем их в profitable ключевик, такие операции, то есть вот эти операции с фильтрами необходимо делать, ну, опять же, как часто вам позволяет время, в принципе, эта операция, она по времени не занимает много времени, может быть там больше в день, и в принципе, это достаточно делать два раза в неделю, и этого будет достаточно, то есть если у вас там невысокотрафиковые какие-то ключи, которые там постоянно что-то меняются, обычно двух часов в неделю на обслуживание вам должно хватать, опять же, есть всегда вариант это поставить на автоматическое обслуживание, то есть не обязательно это все делать руками, вы можете все то же самое делать автоматами, которые все те же самые действия будут делать за вас, то есть достаточно просто выявить этот ключевик, поставить ее на автоматическое ревение, и, соответственно, все те же самые действия, которые вы делаете руками, он будет делать, плюс он еще будет выравнивать ставку. По поводу выравнивания ставки, сразу, ну, мы уже пишем это в предупреждениях, здесь всегда, вот здесь у нас сейчас уже написано предупреждение, вот как раз Никогда не сделайте автопилот на низких частотниках, даже на таких-таких-то диагностях. Автопилот – это вещь исключительно для высоких частотников и хороших среднечастотников. Броды плохо живут в автопилоте, фрейс – ну более-менее. В автопилоте шикарно живут экзекты, а в автопилоте любой высокотрафикой хорошо живет, потому что автопилот нужно автопистить просто пальцем в небо и смотреть из этого получается. Ну это можно, но это довольно затратно и как бы не очень это все хорошо работает. Поэтому если вы вдруг будете ставить автопилот на своих компаниях, всегда смотрите, чтобы это был высокочистотник, чтобы у него были как минимум 3-4 продажи в неделю. Ну то есть чтобы автопилоту было работать с какой-то статистикой. Потому что автопилот, он смотрит только по окосу. То есть вы выравниваете окос, он смотрит по окосу. А чтобы у него был какой-то окос, ему нужны продажи. Поэтому ключевик без продаж ставить на автопилот – это ничего не будет происходить. То есть пока не будет 2-3 продаж, автопилот даже не дернется. Ну только единственное, что он будет делать, он будет заносить негатив. И вот если есть тетер, если низкий, соответственно, там много показов и много кликов, по никакой отдаче нет, то есть мулевой коз. Но ставки регулируют они будут. То есть не ждите регулировки ставок, ставок на низкочистотниках и вялых средничествах. Какие-то вопросы есть по текущей части сейчас? Давай посмотрим. Да, есть один вопрос. Егор спрашивает. Хотел спросить, существует ли реферальная ссылка на софт для участников сообщества? Существует. У Дениса есть эта ссылка в инструментах. Можно зайти в инструмент. Там есть ссылка. Да даже в шапке. Насколько я помню. В шапке даже Лайва есть. А, ну тем более, раз есть шапка Лайва, есть реферальная ссылка, во-первых, и есть промокод, если кто не помнит, забыл, я его скажу, PPCWIN. Если вы подписываете с этим промоком, вы получаете скидку 25%. По тарифам у нас 2 недели абсолютно бесплатного пользования. Вся ваша статистика за 2 недели сохраняется. То есть, если вы не поняли, то мы сохраняемся у вас статической, куда она не надевается. Соответственно, мы их нестираем. Потом вы можете в любой день, когда вы все-таки решитесь, потом присоединиться, у вас старая статистика сохранится. Соответственно, 2 недели бесплатно, потом зависит от того, сколько у вас искает. То есть, если у вас до 5 искаев, у вас один тариф, 22-й, свыше 23. И даже если, по-моему, четвертый, у нас три тарифа. Свыше 20 уже без денег, по-моему, идет. Важный момент. Типископ – шикарный софт, собственно, вдохновителем. Почему мы делаем наш софт? Один из наших вдохновителей был Типископ. Замечательный софт, всем нравится, все здорово, полностью отсутствует автоматик. Поэтому, собственно, как раз являлось одному из вдохновений. Почему я это говорю? Если вдруг кто-то с Типископа решит там перейти, у нас есть… Вы можете, опять же, как правильно Сергей сказал, нужно, чтобы у вас не теряла статистика. У нас есть импортер ваших данных из Типископа. То есть, если вы сюда зайдете, вот здесь есть такая служба Типископ. И здесь можно все репорты, которые у вас есть в Типископе, сюда подгружать и вся эта статистика перейти на. То есть, если, предположим, у вас аккаунт в Типископе ввелся там годами, а вы почувствуете, что, ну, хотите перейти к нам, то есть вам нужна какая-то автоматика, вам нужны какие-то suggested bit, более удобная система, чем в Типископе у нас, то закайтийте туда ваши файлы, соответственно, у вас ни статистика не потеряется. Опять же, если у вас есть необязательно Типископ, если у вас просто где-то хранились ваши сервисы репорты, вы точно так же их можете к нам закачать за старые периоды. В текущий момент мы, точнее, не мы, Amazon позволяет нам сделать фоллбэк, то есть посмотреть все ваши отчеты не дальше, чем за 6 месяцев назад. Глубже уже, к сожалению, не получится, то есть только руками. То есть если у вас хранены репорты, вы можете здесь сюда их, соответственно, залить, и они у нас появятся системы. Кстати, вот еще AutoCreate Campaigns как раз это вот у нас сейчас в бета-версии, но, опять же, можно и пользоваться. Это вот как раз из research-компании автоматически в бета-версии. Может быть, как-нибудь отдельно расскажу про это. Про этикликинг-шилки я уже рассказывал. Это защита от скликинг. Так, ну, я так понимаю, что вопросов больше нет, да? Давай тогда я быстренько про трекинг расскажу. Давай. Собственно, еще одно. Ну, во-первых, у нас готовится, раз уж я начал рассказывать, у нас, если кто пользуется 888, я иногда вижу, что тот 888, у нас иногда пользуется. У нас еще есть бета-сайт, просто у него 3 восьмерки адрес. Это фактически все то же самое, только в бета-исполнении. То есть это наша бета-версия. Ну, вы можете пользоваться, она открыта. Вы можете тестировать, но, как правило, здесь все самые последние. Вот у нас новый дизайн сейчас как раз на следующей неделе будет выкачан. Вот такой более симпатичный. Здесь еще, правда, он не весь натянут, но он такой более уже... Здесь тоже он такой битый кривой. Он такой более симпатичный, с подсказками. То есть вот эти штуки уже вот так выезжают. Это вот где-то на следующей неделе у нас уже будет. Сейчас вот он пока навешивается активно на этой неделе. Вот. Собственно, что я хотел показать по трекингу, здесь еще, наверное, старый трекинг, хотя мне тут тоже уже какой-то новый, да, тоже уже новый трекинг, уже в новом меню натянут. У нас есть трекинг. То же самое, что есть у Amazon One, и ориентированная неделя, потому что у нас не показывает сейчас полиум. Если вы не хотите сразу 10 совков держать одновременно, в принципе, можно, ну, в какой-то минимальной степени, ну, плюс у нас удобная еще очень вещь есть, показывает расходы на рекламу позицию. То есть если вы какие-то трекаете экзекты и хотите видеть взаимосвязь между рекламой и между тем, что вы тратите на рекламу, то, на какой позиции находится ваш ключевик, это тоже довольно инструмент, удобный трекинг. Ну, вот сейчас дизайн опять старый, сейчас не буду вам показывать, на следующей неделе он обновится, будет новый дизайн. Ну, вот на следующей неделе приблизительно так будет печь наш сайт. Вот, поэтому, ну, кому сейчас хочется попробовать, на трех восьмерах можете смотреть, ну, то есть он все время меняет, так же напиливают его. Вот так у нас, ну, тут тоже, пока верстка еще едет, то есть так тоже оперативность управит. Вот, по автопилоту тоже на следующей неделе это довольно емкий такой может получиться. Комбинар автопилота у нас интереснее тем, что у него есть система органов, которая практически никто не знает, потому что мы так особо не засыпались, но фактически, если у вас есть какая-то, какой автопилот, он немалксилилый, да, то есть он все делает, он везде посылает сообщения. То есть, предположим, вот он может быть, то есть вот негатива здесь, он куча ловит, вот, то есть вы всегда можете посмотреть, что происходит с автопилотом. Иногда автопилоты какие-то есть к вам вопросы, то есть на которые вам надо ответить. То есть, например, вот, если мы видим молчаливые слова, то есть он, соответственно, здесь к мучеливым просто засовывать все в негативы, ну, то есть от нас здесь никаких произведений не надо, единственное, мы можем их вытащить. То есть нажмем на зеленую кнопку, мы отменим их, то есть мы вытащим обратно из них. Но, как правило, просто он находит какие-то негативные слова и засовывают их туда. Но бывает у нее иногда пограничный вопрос, сейчас попробую какой-то такой найти, если идет, здесь есть один негатив, не негативы. Сейчас вопрос какой-нибудь найдется у нас здесь. Бывает, не, не найдется, но я так языком расскажу. Бывает у нее пограничный состояние, когда автопилот не знает, что делать. Обычно это происходит следующим образом. У вас есть в настройках автопилота какой-то... Сейчас покажу, если здесь у нас на бейте. Замуткать, сейчас, секунду, предположим, это автокомпания, да, вот, компания у нас. Сейчас мы здесь найдем, так вот. Нет, здесь свет не работает, давайте сейчас нам займемся обратно на сайт. Сейчас, одну секунду. Да, что ж я все равно. У автопилота есть пограничное состояние, когда ему требуется помощь измерка. Вот обычное пограничное состояние, это когда у вас, ну вот, автокомпания, которая автопилот ведет, например. И сейчас посмотрим, какие у него пограничные состояния. Вот, здесь есть одно очень интересное состояние. Вот у нас галочка, здесь отмечено пограничное состояние. Это означает в том, что мы запретили автопилоту уходить ниже, чем suggested bit range. Suggested bit range для данного, вот он, это от доллара до 2.37. Вот она, suggested bit range. Это, собственно, suggested bit range, который дает нам Amazon. Амазон считает, что максимальное количество ваших... Ну, то есть, аукционов вы выиграете, если это большинство, как он то есть, МОЗ. Большинство аукционов вы будете выигрывать, если у вас ставка будет от 1 доллара до 2.37. То есть, в этом диапазоне мы будем выигрывать большинство аукционов, то есть, максимальное количество показов. То есть, если мы идем, предположим, на 0.99, то мы уже, в принципе, начнем выигрывать меч, то есть, у нас трафик начинается сваливаться, то есть, исчезать, грубо говоря. Поэтому одно из ограничений, которые мы ставим нашему автопилоту, когда мы, предположим, делаем шпани и так далее, и уже, когда компанию ставим уже там по экзекту и так далее, то есть, все очень надо использовать, то есть, на экзектах, тогда мы по экзектам смотрим, чтобы у нас не вываливался из этого вида, чтобы нам не терять показов. Потому что, так как, может быть, предположим, четыре каких-то неудачных там попалось для статистического заказа, автопилот у нас что-то себе там понадумал, сказал мне, ребят, так дело не повел, давайте мы снизим ставочку, что-то у вас опоз подрос, надо что-то делать. Взял и, предположим, он вбежал сюда вниз, то есть, плод было в нашем случае. Все, катастрофа. Пока запрекратились, статистика прекратилась, автопилот практически это слово уничтожил, потому что, ну все, то есть, он обратно вылезти уже не может, потому что он получает статистику, продаж нет, статистики нету, он не знает, что надо обратно лезть, и все, и слово запоролось. Вот таких слов как раз мы ставим галочку. Вот, предположим, как раз пограничный случай, который я вот здесь показывал, в автопилоте вот в этом меню, это означает то, что у нас автопилот, здесь могу сказать, нет, пограничный случай, уперся в эту нижнюю границу, то есть, ему нужно понизить окос, у нас окос слишком высокий, ему нужно его понизить, но мешает вот это вот запрещение уходить за границу. И вот сюда вот он пишет это сообщение, что, уважаемые господа, пытаюсь я уйти вниз в ваши границы, вы не запретили, мне очень хочется, и что мне делать? И здесь появляются варианты на выбор, окей, иди вниз границы, нет, значит, продолжай стоять, и просто не уводить больше таких сообщений, всегда стоять. Вот, можете повлиять, автопилот ничего не будет делать, просто будет вам сюда показывать это сообщение, и вы уже должны как-то на них реагировать. То есть, либо запретить ему, и вообще не спрашивать, либо запретить на один цикл, либо разрешить и уходить вниз, ну, если, по-моему, откос у вас, хоть критически, никак не мешается, то есть, это означает, ну, никаких вариантов нет, у вас только уходить туда. Ну, по автопилоту, я думаю, мы, наверное, как-нибудь сделаем отдельно, да не, наверное, точно сделаем, но там довольно емко, неужели как работать, как настраивать, в этот семинар мы уже, наверное, не успеем это сделать, в этот вебинар. Поэтому я, собственно, предлагаю, если какие-то вопросы есть, отвечу, если нет, то слово я тогда Денису передаю. А трекинг, а с чем отличается от Amzuan? В настоящий момент трекингом Amzuan у нас, я, честно говоря, не знаю, каким алгоритмом пользуется Amzuan, мы трекаем Amazon, то есть у нас используются американские прокси, соответственно, выдача у нас больше американских, не знаю, какая Amazon, потому что, может быть, там он использует европейскую, еще какой-то. Поэтому здесь не знаю, сейчас, сейчас, но отличается тем, что у нас не показывают волюм, потому что, потому что я знаю, волюм Amazon не отдает в принципе, единственное место, откуда можно взять волюм приблизительно, ну, то есть волюм это объем поиска по данному ключевому слову, то есть, грубо говоря, количество людей, которые по данному ключевому слову, вот. Единственное место, откуда мы можем взять на текущий момент взять этот волюм, это из соседнего ресурса, то есть Google. Но фактически и на Google, и на Амазоне привязательно это волюм из Товпанка. То есть сейчас мы просто прикручиваем гуглевский волюм, соответственно, к нашему трекингу, чтобы хотя бы иметь представление, что это ВЧ, это МЧ, это СЧ, это потому что, в принципе, зависимость, ну, практически линейная должна быть между гуглевским волюмом и Амазонским. Поэтому сейчас единственное различие у нас, это у нас нет волюм, все остальное у нас, в принципе, то же самое. А, ну и соответственно, не все то же самое, стоп. У нас еще есть зависимость между рекламой, которую нет у Амзелана, то есть у нас нет Амзелановского волюма, потому что мы еще пока, то есть с Амазона не очень понятно, откуда тягается, но скорее всего, тоже они вглевлялись, откуда тянутся, что у Амазона нет такой статистики открытой. Вот, соответственно, у нас нет волюма, у них нет взаимосвязи, у нас есть графики, которые показывают взаимосвязь. Треки, треки, условно говоря, сколько, какой был битый, на какой позиции вы, то есть сколько вы потратили на рекламу и как изменилась ваша трекинга. Вот такие зависимости у нас можно смотреть. То есть у нас больше трекинг заточен на просмотр на изменение позиций еще с помощью того, сколько вы тратили денег на данный ключ. Вам зван, ЭКУ точно нет. Пока вопросов нет, дождем парни, задержка идет. По поводу волюма еще раз хочу сказать, я непосредственно сам пытался как каким-то там весь гугли перерыл, то есть совершенно непонятно, то есть это единственная величина, которая непонятно откуда берется. На том же рейте, кто рассуждал, что волюм берут у конкурентов, то есть Amazon в принципе не предоставляет формацию волюм, он дает сколько нашлось товаров, да, но на этом основании нельзя полагать, что настолько выносится, что да, товаров много, но это может быть и что-то, поэтому данное волюм все равно где-то берется на ресурсы, которые предоставляют такую информацию. Единственных, как бы, возможных таких ресурс, которые на безвозмездные условия предоставляют информацию, это вовремя, то есть мы в принципе будем информацию вовремя тягать вуглевод, но она должна быть релеванна. И в принципе опять же на реддитских форумах народ говорит, что она релеванна, поэтому мы будем ее откуда достать. Так, волюм, волюм, давай посмотрим, о чем ты говоришь. Сейчас сам зван от... Не, не будет. Ну вот там звание есть такое, если откроешь МДУ, она штука, переложишь. В самом начале, где там данный мерчендворд? Нет, это не данный мерчендворд, это ты когда зайдешь, ну вот если ты можешь расшарить свой кран? А, в смысле, мне там товары. А, ну товары, да. Ну, когда ты находишь в Amazon One, ну я сейчас зайду в свой аккаунт Amazon One. Сначала идет, сначала идет у нас асим, ключи, и вот потом волюм идет после ключей, правильно столбик? Сейчас, 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 зайду туда. Посвистим, это нам не дало, показывать. Он такой дохлый, дохлый. Вот. Видишь, и, соответственно, вот здесь, видишь, фолиум стоит. Ну вот я и говорю, раньше это считалось данным мерчендвордом. Именно об этом и говорим. Ну, понимаешь, откуда эту статистику Amazon нигде не светит. Да и мерчендворд сам же, они говорят, кто эти, что они там, так скажем, со всех ресурсов тянут, скорее всего, Google Adsworks и все остальное. Потому что, именно об этом и говорили, смысл пользоваться мерчендвордом, да еще за это деньги платить. Они сами не говорят, откуда они данные берут. Абсолютно верно. То есть, это, в принципе, это и дворц, а все остальное завалировано, типа, там, вот мы здесь, там, цифру чуть-чуть корректируем, какую-то корреляцию сделали, предположим, да и все. Это все, и дворц, и, понятно, то есть, опять же, мы изучали, и я изучал личность эту тему, никак невозможно, да, на это вытащить. Это абсолютно, единственный, опять же, вариант, откуда все это вытаскивается, это и Google AdWords, но, опять же, к Amazon эти должны быть. То есть, если бы, говоря, AdWords, покажу, это точно то же самое будет на Amazon, потому что корреляция должна быть абсолютно прямая. Ну, может быть, там будут какие-то расхождения, но они не критичны. То есть, абсолютно точно, что вот про Китти Литтер Мэтту меньше ищут, чем Кэт Литтер Мэтта, ну, и приблизительно в четыре раза. То есть, сами эти цифры могут быть левые, ни к чему не относится. Amazon они точно не относятся. Это явно с Google AdWords. Но приблизительную картину, что это ВЧ, вот это вот явно 715 тысяч, это явно реально вот на Google AdWords сколько ищут. Я просто по своему опыту могу сказать. Раньше там данные были чисто с MerchantWords вот здесь вот. То есть, они очень совпадали. А вот последний год-полтора они перестали совпадать. То есть, Amazon One, Amazon One, это деньги, суринчики, границу принимают, я это занимаюсь. Лучше, наверное, у них спросить. Я, честно говоря, не знаю. Поэтому я у них и не спрашивал, но я, опять же, посмотрел по разработчикам, по форумам. И все говорят, что это все стянуто из Google AdWords. И опять же, вот эта база MerchantWords, это фейк. Это все стянуто из Google AdWords, и просто люди продают фейк, и многие на это ведутся. Вот, я совершенно прав. Потому что нигде в открытом доступе такую информацию нельзя получить. Кроме того, просто люди взяли, скачали базу AdWords, и продают к ней доступ, и радуются, а какие-то несчастные люди просто не платили. То же самое также работает с AnarPools, и все остальные. Это все, все, все AdWords. Это все якобы Amazon. И на самом деле, естественно, это никакой Amazon, это все AdWords. Но так как более-менее эта информация реланкна для Amazon, то, естественно, все это подходит к Amazon. Просто Amazon такой статистик никогда не раскрывает. Никаким образом с Amazon вытащить нельзя. Никаким, абсолютно. Что бы ты там ни делал, кто бы там ни говорил, Amazon ее не отдает ни в какую. Поэтому единственное, что отдаёт, это AdWords, и, соответственно, народ подачивает откуда. Потом вот люди продают под видом Амазона. Ну, красивая упаковка, у нас основной бизнес. Ну да, все эти санар-пулы, они все продают Google. Это все поиск по Google AdWords. Ну, они плюс фишки какие-то дают удобство. Ну, красиво, алгоритм, фишки и так далее. Но все равно это все Google AdWords. Но опять же, я не вижу никакого плохого в том, чтобы использовать здесь данные Google AdWords, потому что они действительно отражают более-менее текущие положения. Делаем историйство с большей массовой вероятностью, что они точно такие же будут цифры и для Амазона. Но я имею, по крайней мере, отношение цифр. Вот, поэтому... Все, я задавал. Давайте тогда подытожим вопросы и по домам. Пару минут подождем сейчас тогда. Вопрос, какие есть, и на сегодня закончим. Ну, видимо, вопросов нет. Да, тогда, если будут вопросы, пишите под сегодняшним эфиром, который был. Соответственно, Денис, спасибо за эфир. Если какие-то вопросы будут, пишите, у нас есть чат на сайте. Либо, если мне хотите задать вопрос, у нас есть отдельная группа по PPC Tools. Либо, опять же, под тем эфиром, который был, можете задавать. Я отслеживаю его и буду подпочитать и стараться на эти вопросы. Всем спасибо. Все, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok